Корзинка готова. Мы решили не сдаваться. Приехали на то же самое место, в котором были первый раз, когда собрали много белых грибов. И сейчас заходим в самую чащу, в самую гущу леса. Здесь, смотрите, какой мох растёт. Поваленные деревья. Прям какая-то лесная сказка. Куст черники. Это очень вкусная ягодка. От неё очень сильно красятся губы, язык, зубы становятся немного фиолетовыми. Первый раз я попробовала чернику, когда ездила на Байкал. Мы ещё пока идём к той полянке, на которой были. Нашли вот сколько мухоморов. Это несъедобные грибы. Запомните, они выглядят вот так, в крапинку. Кажется, Никита ещё что-то нашёл. Что ты нашёл? Сыроежку нашёл. Это такой гриб. Покажи. Какой малыш. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы ходить за грибами. Как вы обычно готовите грибы? Мы их обычно жарим с картошкой. Добавляем сметану. Получается очень вкусно. Грибы с картошкой и сметаной. Делаем суп с грибами. Туда бывает добавляется ещё сырое яйцо, которое сворачивается при кипячении воды. Получается очень такой сытный, вкусный суп. Его тоже обычно едят со сметаной. Мы маринуем грибы, солим, сушим на зиму. Вокруг меня летает просто очень назойливый, я думаю, это слепень, то есть это насекомое, которое кусается, пьёт кровь. Мы побрызгались, но он всё равно летает и летает и летает вокруг меня. Вот, мы решили отойти от дороги в сторону. Посмотрим, найдём ли мы какие-нибудь грибы. Здесь очень мягкая земля, очень такая, как будто... О! Сыровишка. Как готовить съедобные грибы? Нужно их сначала отварить немного. Ой! Вообще, надо сначала посмотреть, есть ли в них червячки, если грибы червивые, то лучше их не есть. Нужно есть чистые грибы без червячков и отварить немного в солёной воде, а потом жарить. А? Белый гриб. О, белый гриб. Смотри, как интересно лежат палки. Вот, это белый гриб, из него очень вкусный суп получается. Давай, отрезай. Грибы нужно отрезать под корень, с корнем их вырывать не стоит, потому что так они не смогут размножаться. Красота! Я вообще грибы собирать не очень умею. Ух ты! Какая-то норка маленькая. Это муравейник? Да? Да. Нет, это нет. Это муравейник. Смотрите, какой огромный муравейник. Муравьишки бегают, трудятся. Вот один какую-то палку большую несёт. Ну да, старый белый, уже гнилой. Вот рядом, в принципе, нормально ещё стоит. Ого! Большой гриб. Но он весь гнилой. Но это тоже какой-то не очень. Посмотрим. Ну да, он весь червивый. Очень приятно гулять по лесу. Что нашёл? Никита, а в этих лесах были боевые действия во время войны? Вот ещё один белый. Большой. Ого! Вот ещё один стоит. Какой здоровяк! Он тот прям красивенький. Да. Давай, бери его. А скажи мне, были в этих лесах боевые действия? Ну да, были. Ну рядом были. Здесь вот именно, не знаю, было ли. Здесь находили танки? Не знаю, Даша. Может быть и находили. Видишь? Червивый. Потому что тепло. В принципе, на сушку пойдёт. Здесь-то более-менее нормально. Вот это мы всё вырежем. Сейчас чик-чик. Давай этот чик-чик посмотрим. Не надо, он уже... Нет, такие вальфи бывают без червяков. Почему? Потому что... Ого, какой он большой! Ого! Здоровяк! Ну не в этот раз. Ну не в этот раз. Он ещё очень сильно похож на поролон. Да, кстати, когда грибы срезаешь, надо на самом деле оставлять шляпой вниз, чтобы они лучше размножались. Хорошо. Грибы размножаются спорами? Да. Ого! Какое поваленное дерево большое. Смотрите. Вот маленькая сыроежка. Ой! Малыш-сыроежка. Хочу... О, смотрите, как классно! Наступаешь и просто проваливаешься в мягкость. Блин, Никит, я не знаю, как я тут пройду. Ого! 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 Как сейчас я попробую с другой стороны. Видно, нет? Видно, что она немного мерцает на солнце. Опять большой муравейник. Так. Надо его обойти, чтобы не разрушить. Подожди меня, пожалуйста. Не обязательно... Я хочу идти след в след. Ух ты, какая красивая. Смотрите, папоротник. Да, это же папоротник? Комарьё начинает атаковать. Не знаю, насколько будет интересно смотреть это видео. Вот типичный мухомор, как рисуют в детских книжках обычно. Мухоморы такие красные. Вот это типичный. Ещё один. Боже мой, какая красота. Надо его сфотографировать. Мы стараемся идти одним маршрутом, чтобы помнить, что дорога была сзади и слева, чтобы потом вернуться. Но на всякий случай мы взяли с собой воду. Мало ли, как бывает. Ещё можно ориентироваться по солнцу. Я, наверное, это уже говорила ранее. Когда входишь в лес, нужно запоминать, с какой стороны светит солнце. И потом получается ориентироваться, выходя также по солнцу. О, грязь. Мы шли минут, наверное, 10. Вот, смотрите, что мы тут. Какой-то интересный гриб. Белый. Подожди, я подойду. Где же белый? Где же? Вот он. Маленький белый гриб. Давай, срезай. Это могут быть ещё. Хороший улов. Даже немного жарко стало. Но капюшон я снимать не буду, иначе меня закусают комары. Чего? А, смотрите. Обычно один белый, как бы, ну, не растет рядом, можно быть ещё. Так, будем смотреть. Вон там валяется. Спрятался. А вот ещё один маленький, малютка совсем. Потом вернёмся, ещё черники поедим. Ух ты, какой красивенький. Его кто-то пожрал. Смотри. Но мы его не будем брать. Ну, потому что его какая-то мышка поела. Вот так вот. Грибники настоящие берут всё, что попадается на пути. Чистый. Надо брать. Так, смотри, там какие-то грибы сейчас. Ух ты, красивенький. Аккуратно, не наступи. Смотрите, лесной брауни. А точнее, гриб чага, который растёт на деревьях. Из-за того, что дерево упало, гриб тоже высох. Вот так он выглядит, когда он на дереве. Вот, смотрите, ещё какие-то грибочки на дереве. Птицы поют. Моя бабушка живёт в Казахстане. Это мама моей мамы. Мне было лет семь. Меня оставляли на лето в Казахстане у бабушки. У неё была дача. И мы с ней с дачи, с её подружками тогда пешком ходили в лес. И там собирали тоже грибы. Ещё там очень много росло земляники. Такой маленькой ягодки, похожей на клубнику. То есть только земляника. Она очень ароматная. Также там дикая вишня есть. Больше всего мне нравилось ходить в такие мини-походы из-за... Опа, гриб какой-то. Какой гриб? Плосиную кровь. Ух ты, какой он интересный. Как будто хлебушек. Пирожок. Пирожок, да. Там по нему ползёт какая-то бяка. Лучше не срезаем, он какой-то трухлявый. Ну да. Трухлявый гриб. Больше всего я любила такие мини-походы с бабушкой, потому что она всегда заранее нажаривала разных пирожков. Особенно мне нравились пирожки с зелёным луком и яйцом. Варили яйца, собирали предис, огурцы, помидоры. И у нас получался такой... Что? Три белых. Не дашь мне рассказать историю никак. Ого! Это разве белые? Белые, да. У них просто так шляпу вывернуло. А почему у них шляпу вывернуло? Ну не знаю, так захотелось. Потому что здесь были чернобыльские дожди. Да, возможно. Кстати, да, если кто не знает, после аварии в Чернобыле над Ленинградской областью были осадки радиоактивные. И у местных жителей даже есть специальное чернобыльское удостоверение. То есть это означает, что им причисляются какие-то льготы за то, что они попали под этот чернобыльский радиоактивный дождь. Вот, Никита, какие у тебя льготы? Дробовые они зачисляют. Сколько? Сто в месяц? Триста рублей в месяц. Это плата за то, что люди попали под чернобыльские дожди. Но, в принципе, неплохо, когда... Не, ну там есть и другие льготы. Какие есть еще? У меня бесплатный проезд. А, да, еще бесплатный проезд. Бесплатный. Там получается очень такой небольшой тариф. Нужно оплачивать 400 рублей в месяц за то, что ты ездишь на общественном транспорте. Но это выходит намного дешевле, чем, например, трачу я на проезд. Я похожа на лесного эльфа. Мне кажется, мы уходим с маршрута. Вот. И что я там рассказывала про бабушку? Ну, в общем, да. И мне нравилось ходить в эти маленькие походы, потому что мы шли на какую-нибудь сопку, собирали ягоды, собирали грибы. И потом выбирали какое-нибудь хорошее место, удобное, на камне. И раскладывали наш такой пикник с пирожками, с чаем из термоса. Вот. Ещё фирменный рецепт чая моей бабушки. Это смородиновые листья, мята, чабрец. Это всё заливается кипятком, стоит минут пять. И потом вы можете пить такой вкусный, ароматный чай. Он очень хорошо летом утоляет жажду. Надо будет нам сегодня тоже такой сделать. Меня радует, что репеллент работает, и комары летают, но не кусают. С непривычки немного устаёшь гуляя по лесу из-за того, что воздух очень свежий, и в процессе прогулки ты им дышишь, и начинает немного кружиться голова. Один пандосиновик. И второй. Даша, вон третий ещё. А где третий? Вон там, вон. Вон, пальцем показывай. Я не вижу. Ну иди, покажи. Они как бы растут всё в линию. Так, идём по линии. Правее выбирай. Правее? Угу. Увидела большую шапочку? Прикинь, нет, не увидела. Нет, смотри. А, вон в лесу? Угу. Ого. Похож на пирожок. Ещё один пирожок. Смотрите, какой грибочек. Вот наша хромная корзинка. Царь-гриб. Вот бутылка для сравнения. Но мы, я думаю, вырезать не будем. Он сто процентов червивый. Да, чернобыльский. Чернобыльский. Сёма нас встречает. Сёмочка. Перед тем, как готовить суп, грибы нужно помыть, замочить в солёной воде. Наливаем холодную воду. Насыпаем соль. Немного ждём. И затем можно резать и ставить суп вариться. После того, как вы несколько раз замочите в солёной воде грибы, всё лишнее нужно удалить и порезать на желаемые кусочки. Мы любим крупные кусочки. Налить в кастрюлю воды и поставить на огонь. И идти отдыхать. При варке грибов появится такая пена. Её можно собрать ложечкой аккуратно. Либо слить этот бульон и налить... Не надо сливать бульон? Ты ещё грибной бульон сливать собралась? Хорошо, бульон сливать не надо. Просто нужно убрать лишнюю пену ложечкой. В суп также идёт зелёный лук. Можно обычный лук, репчатый морковь. Это морковь с нашего огорода, поэтому она так выглядит. Зато это органика. И картофель. Грибы должны повариться минут 30, прежде чем мы закинем в кастрюлю картошку и морковь. Не забывайте убирать пенку. О, эффектно. Ну давай, давай. Ну вот, картофель и морковь сварились. Можно добавлять лук. И последний этап в приготовлении это добавление сырого яйца. Если вы не любите яйца, можете не добавлять. На данную кастрюлю мы разбили 3 яйца и вылили в кастрюлю. Видите, сразу же белок свернулся и желток. И получается такой более густой бульон. А, ну ещё вы можете по вкусу добавить какие-нибудь специи. Мы пока что добавили просто немного соли. Если вы любите перец, можно немного поперчить. Субтитры сделал DimaTorzok